Участников дорожного движения, добирающихся до работы, домой или просто по своим делам, часто подстерегают сюрпризы. Дорога – место неожиданных случаев, и каждому водителю она может повернуться своей стороной. Иногда совершенно неожиданной. И относится это к любой стране мира. Чин Найстакер ехала на перспективное собеседование, которое, возможно, помогло бы ей, наконец, устроиться на нормальную работу после увольнения. На дороге в зеркале дальнего вида она увидела приближающиеся проблесковые маячки полицейской машины. Через некоторое время водитель заметила, как страж порядка делает ей сигналы остановиться. Девушка стала прижимать машину к обочине. В этот момент у неё в голове лихорадочно проносились целые толпы мыслей. Все ли документы с собой? Почему полицейский едет именно за ней? Не превысила ли она скорость и что вообще случилось? Ведь не больше месяца назад девушка была в автосервисе. Они же должны были заметить любые проблемы. Страж порядка попросил хозяйку машины открыть багажник. Чин Найс последовало указания мужчины. Полицейский не предполагал, что она снимает его сзади и произошедшее вскоре станет известно множеству людей. Он постучал по коробкам задних фар. Не удовлетворившись результатом, открыл капот, затем покопался в салоне у водительского места. Для этого он встал на колени прямо на асфальт, чтобы лучше видеть внутренность автомобиля. Этот неожиданный осмотр продолжался примерно полчаса. Полицейский объяснил, что в машине не работают стоп-сигналы и хозяйка транспортного средства может быстро попасть в тяжелое ДТП. Он пытался найти причину поломки, но безрезультатно. Девушка пожаловалась, что не слишком давно она была в автосервисе. Там ей устраняли именно эту проблему, а ещё навязали тестирование работы проводки за 600 долларов, чтобы удостовериться в её правильном функционировании. И вот теперь оказывается, огни снова не работают. А ещё она сейчас практически безработная и едет в надежде устройства на работу после собеседования. Мужчина слушал её сочувствием, был поражён обманом в автомастерской и сказал, что остановил девушку лишь для того, чтобы предупредить о поломке. Он выразил сожаление, что не смог помочь и совершенно не собирался её наказывать. Если быстро доехать до ближайшего ремонта машин, он поможет ей потом добраться до места проведения собеседования. После этого страж порядка попросил включить аварийный свет, и Чинайс в сопровождении машины полиции поехала в сторону ближайшего автосервиса. Такер была совершенно поражена поведением полицейского. Он имел полное право выписать ей штраф, но вместо этого он пытался исправить поломку. Когда же это не получилось, затратил уйму времени, чтобы безопасно сопроводить неудачливого водителя до автосервиса, а потом помог добраться до возможной будущей работы. Для неё он стал ангелом дороги, о котором девушка рассказала на своей странице Facebook. Там же она выложила неожиданные фотографии, подтверждающие историю. Люди с удовольствием читали о поступке простого полицейского Дженкинса и делились своими впечатлениями. Многие пользователи отметили, что если бы каждый человек выполнял свою работу с такой же ответственностью, передвигаться по дорогам могло стать не только значительно безопаснее, но и душевно спокойнее. Отношение стражей порядка к водителям во многом зависит от самих владельцев транспортных средств. Внимательность, открытость и доброжелательность к полицейским провоцируют их на подобные ответные действия. Тогда ездить и работать на дороге станет значительно легче. На этом всё друзья, делитесь этим видео с друзьями и близкими. До новых видео, пока!